МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости понедельника, 13 марта, в программе «Наше время». С вами Юлия Гафарова. Добрый вечер. И вот некоторые темы выпуска. Как погиб 17-летний подросток? Школьник ушел из дома вчера днем и пропал спустя сутки. Его тело нашли на крыше гаража. Соглашаясь на установку счетчиков, проверяйте, кто будет выполнять работу. Оренбуржцев обманывают, заставляя переплачивать за услуги. В Оренбург приехала делегация правительства Республики Крым, что гости с полуострова прибыли обсудить. Неблагозвучная фамилия стала поводом для насмешек фанатов. Баскетболистка клуба «Надежда» прославилась в интернете из-за неправильного прочтения ее фамилии. И как мусор превращается в украшение, пенсионер из Оренбурга мастерит поделки из пластиковых бутылок и пенопласта. Подростка, который вчера днем ушел из дома и не вернулся, нашли мертвым. 17-летнего парня искали почти сутки. Его тело обнаружили сегодня днем на крыше одного из гаражей по улице братьев Башиловых. Рядом с погибшим лежали личные вещи. Среди них деньги, телефон, спортивное снаряжение, а также два газовых баллончика для заправки зажигалок. Причину смерти школьника сейчас выясняют правоохранители. Все подробности знает Иван Бер. Вчера, 12 марта, в 4 часа дня, 17-летний подросток ушел из дома в направлении улицы братьев Башиловых. Так и не вернулся. Родители забили тревогу, и полиция искала его целые сутки. Даже в новостной ленте, ВКонтакте, в социальных группах была информация о пропавшем 17-летнем мальчике. И вот сегодня, после обеда буквально, его нашли на одной из крыш гаражей в районе улицы братьев Башиловых мертвым. Как удалось выяснить, тело подростка обнаружили школьники вместе с сотрудником полиции. Дети видели, как парень неоднократно ходил к гаражам. Что он там мог делать, никто не знает. По словам людей, которые были знакомы с ним, парень, возможно, занимался паркуром, прыгал по крышам гаражей. Это очень хороший парень был. Мы с ним общались, он жизнерадостный, дружелюбный такой. Всем всегда помогал. Странного от него не пил, не курил, он спортсмен. Он неконфликтный пацан был такой. Знакомые погибшего говорят, он постоянно занимался на турниках в 15-й школе. Врагов у него не было. То, что по гаражам ходить, я не знала об этом. То, что наркотики употреблял, мне кажется, такого не может быть. Может, кто-то толкнул, может, кто-то напал на него. Визуально следов насилия на теле парня нет. Кроме того, крови на одежде или снегу тоже не обнаружено. Впрочем, следователи среди личных вещей погибшего школьника нашли два газовых баллона для заправки зажигалок. Один из них был пустым. Предварительная причина смерти подростка – это отравление ядом неизвестной этиологии. Вместе с тем следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления истинной причины смерти. Также следствие проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Будут опрошены его родители. По предварительной версии, в гаражах 17-летний парень мог быть не один. Помимо газовых баллончиков на месте найдено снаряжение для паркура и целлофановые пакеты. Школьник мог погибнуть по неосторожности, надышавшись вредных испарений. Сейчас следователи опрашивают друзей и знакомых парня. Выясняются все детали происшествия. Иван Берр, Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. На борту разбившегося в Турции вертолета находился уроженец Орска. Александр Ванин, сын экс-председателя Федерации бокса Орска Сергея Ванина, погиб. Авиакатастрофа случилась в Стамбуле 10 марта. Там разбился частный вертолет. ЧП произошло через 5 минут после взлета. Известно, что пилот задел телевышку, которую не заметил из-за тумана. На борту находились 7 человек. Пятеро погибли. Среди них 4 россиянина, прилетевшие в Турцию на бизнес-встречу. Опознание тел будет проходить с помощью ДНК-экспертизы. Как сообщает «Урал-56», 28-летний оренбуржец Александр Ванин последние годы жил и работал в Санкт-Петербурге. У него остались жена и маленький ребенок. Телеканал «Регион» приносит соболезнования близким погибших. Застряли на курорте. Российские туристы, среди которых были и жители Оренбурга, больше 12 часов провели в аэропорту Дубая. Из Объединенных Арабских Эмиратов отдыхающие должны были вылететь накануне в 8 часов вечера по местному времени. Люди, как полагается, прошли регистрацию, сели в самолет. И тут выяснилось, что воздушное судно неисправно. Туристы вынуждены были вернуться в аэропорт. И так повторялось несколько раз. Первый раз мы все прошли, и мы уже сели в самолет. Мало того, что мы в автобусе 40 минут дали, нам сказали, что там не закрывается дверь самолета, нужно подождать. Потом нас катали по аэропорту, покатали, вернули на парковку. Полночь у нас гоняли. Мы три раза проходили регистрацию, мы делали вид, что мы прилетели, прошли через опять вход, опять пошли, получили чемоданы, раздевались несколько раз. В итоге люди были вынуждены провести ночь в воздушной гавани. На фотографиях, выложенных в социальной сети, видно, как туристы спят прямо на полу. Все это время людям не давали никакой информации, только рано утром пассажирам выдали талоны на питание. И в 10 часов утра, по словам туристов, авиакомпания «Уральские авиалинии» прислала резервный самолет, и россияне отправились домой. По неофициальной информации, задержка связана с поломкой лайнера. Мы направили перевозчику запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ждем ответа. Оренбуржцы жалуются на компании, навязывающие свои услуги. Люди представляются сотрудниками Оренбургского водоканала и настойчиво требуют заменителей установить в квартире новые счетчики. При этом свои услуги они оценивают в разы дороже. Так кто это? Очередные мошенники или предприимчивые бизнесмены? Пыталась выяснить Екатерина Волкова. Это вот на горячую воду. Он стоит 2250 рублей. Золотой счетчик? Конечно. Теперь счетчик на горячую воду в ванной для Надежды Веденеевой, пожалуй, один из самых драгоценных коммунальных атрибутов. Его пенсионерка приобрела совсем недавно и очень сожалеет, ведь купить прибор учет она могла бы гораздо дешевле. А все началось с телефонного звонка. Женщины потребовали заменить счетчик. Говорили очень убедительно, представились сотрудниками водоканала. Но как тут не поверить? За услугу попросили 2000 рублей. Ну, говорю, ну ладно, куда деваться раз в 2000. Ну, они прямо тут же приехали. Он мне дает вот квитанцию. 2250. Я говорю, молодой человек, а почему 2250, когда мне ваш диспетчер или кто, как она сказать? Она сказала 2000. А он говорит, а мы там в счетчике прокладку поменяли. Счетчик поменяли, даже квитанция с печати медали. Все как положено. Только вот потом пенсионерка смекнула, что не так. Да и по адресу, который указан в квитанциях, а это переулок Саратовский, данной компании, как оказалось, тоже нет. Вот и решила Надежда Веденеева, что данная фирма не что иное, как коммерческая организация, которая навязывает дорогие услуги. Ну, почему должны обманывать пенсионеры? Что нашли самых богатых, что ли? Вот никак не поймут. Наверчивые пенсионеры, а в первую очередь страдают они, признаются, что теряются и соглашаются на дорогие услуги, не успев понять и оценить происходящее. Попытки вернуть свои деньги заканчиваются безуспешно. Договоры с потребителями составлены таким образом, что сторонние организации никакой ответственности за свою работу не несут. Подписав акт приемки работ, гражданин тем самым подтверждает – претензий не имеет. Специалисты просят жителей не верить таким компаниям, ведь Оренбург-водоканал никогда и никому не навязывает услуги. Если люди к нам обращаются, да, мы эти услуги оказываем. Но вот так, чтобы назойливо предлагать, навязчиво, мы этим вообще не занимаемся. Тем более у нас абсолютно разная стоимость. Они устанавливают за 2500, а у нас стоимость 500 рублей обслуживания, 700 рублей счетчик. В Оренбургском водоканале советуют быть бдительными и не доверять сомнительным лицам. Предлагающим свои услуги. И в любом случае необходимо помнить – даже если подобные работы ведутся, навязывать установку никто не имеет права. Это нарушение российского законодательства. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. Материнский капитал предлагают заменить на ежемесячные выплаты. С такой инициативой вышли депутаты Госдумы. Об этом сегодня сообщили федеральные издания. Некоторые парламентарии считают, что эта программа себя не оправдала. От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь, пособия, на которые можно содержать детей. Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия. Предлагается платить 3 тысячи рублей за одного ребенка, 8 тысяч за двоих и 15 тысяч рублей за троих детей. Пока идея только обсуждается, но в регионе данную новость восприняли категорично. Оренбургские семьи считают, что материнский капитал все-таки весомая мера поддержки. Я думаю, что материнский лучше, конечно. Почему? Ну, потому что деньги сразу, как бы, и можно во что-то вложить. Он, конечно, очень важен, но было бы здорово, если бы, конечно, государство как-нибудь там заключало контракты с застройщиками, да, и, может быть, там комнаты лучше давали, да, или там однокомнатные квартиры, я думаю. Лучше, наверное, материнский капитал все-таки. Какие-то сбережения, которые потом потратятся либо на жилье, либо на учебу, либо на что-то. А так сейчас, как нам платят, по 3 тысячи вот эти будут платить, они будут уходить, они не будут откладываться, не будут копиться. Когда одна смесь стоит 900 рублей, 3 смеси, ребенку надо минимум 8 банок на месяц. Это не поможет. Так хотя бы та же ипотека. То есть 250 тысяч, это уже можно внести на ипотеку, и уже будет свое жилье. А 3 тысячи их даже на ипотеку не заплатят. Сейчас нет такой ипотеки, чтобы в месяц платить 3 тысячи. Кстати, в региональном пенсионном фонде отмечают, что за 10 лет материнский капитал получили порядка 127 тысяч семей. Сумма сертификатов постоянно растет. Сегодня она составляет 453 тысячи рублей. Те обязательства, которые государство приняло на себя, они будут исполняться и в будущем. Пока срок определен вот такой, по 31 декабря 2018 года. 127 тысяч сертификатов выдано уже, 86 тысяч оренбургских семей уже распорядились. Кто-то полностью, кто-то в какой-то части. Популярное самоиспользование на погашение ипотечных кредитов практически 50 тысяч семей. И чуть больше 4 тысяч – это на образование ребенка. В Оренбург сегодня приехала делегация Республики Крым. Представители правительства полуострова прибыли в наш регион, чтобы перенять опыт муниципальных реформ. Завтра они побывают в нескольких городских округах и в Красногвардейском районе. Будут изучать опыт объединения территорий. Какими знаниями с крымчанами могут поделиться в Оренбуржье, узнал Юрий Мишенин. Компания, которая «Энергомост» построила в Крым и сегодня занимается реконструкцией всей энергосистемы Крыма – это оренбуржцы. Губернатор Юрий Берг перечисляет проекты, связывающие Оренбуржье и Крым. Работа энергетиков и газовиков – большой десантный корабль «Орск» в Севастополе. В общем, две российские территории связывает много, теперь будет еще больше. Делегация из Крыма приехала перенимать опыт реформирования муниципалитетов. Интересно все, в том числе и как идет бюджетное финансирование. Крымчане уверены – увеличение территорий даст финансовую стабильность даже маленьким селам. Это даст консолидацию бюджетных доходов и таким образом будет возможность, то есть можно будет просчитать, что, например, в этом году мы делаем освещение в таких населенных пунктах, на следующий год таких, составить план действий конкретный. А когда мы говорим о том, что у нас маленькое село и мы понимаем, что у него маленькие доходы и 70 или 80% – это дотация из бюджета субъекта, это не позволяет развиваться. Мы хотим добиться вот этим объединением развития именно поселений сельских, чтобы люди могли получать более качественные услуги. Все правильно. Бюджетное благополучие – это важно, но не менее важно и благополучие населения. Укрупнение территории должно быть удобно для людей. И этого в Оренбургской области удалось добиться. С помощью вот этих преобразований мы смогли достигнуть хорошей, правильной, понятной системы управления территориями. То есть у нас нет больше дублирования полномочий, у нас нет больше разночтения в полномочиях, у нас нет больше наложения полномочий друг на друга. Таким образом, поселения работают, все понятно и территории работают хорошо. Вот за таким опытом и приехали крымчане. В Оренбург им расскажут и покажут абсолютно все. Скрывать ничего не станут. Пояснят, где могут быть сложности и как их можно избежать. Сегодня делегация работала в Оренбурге, завтра поедут по городским округам и районам. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время. Индекс промышленного производства в Оренбурге составил 94% и вновь не достиг максимального показателя. Основные экономические итоги сегодня подвела профильный министр Наталья Безбородова. Это связано прежде всего с тем, что основу нашей промышленности остается нефтегазодобывающий сектор. И два года подряд добыча углеводородов у нас не достигает 100%. Среди положительных показателей низкая инфляция, инвестиционная активность предприятий и прогресс в сельском хозяйстве, прирост продукции АПК составил 10%. Основные задачи на будущее – развитие обрабатывающего производства и рынка продуктов питания. Кроме того, в области продолжается реализация плана по импортозамещению и экспорту местных товаров за границу. В первую очередь страны СНГ и ближнего зарубежья. Сегодня импортозамещений, скажем так, маловато. Нужно еще ориентироваться на экспорт. И только то предприятие, которое впереди видит, понимает, что выходит за пределы России, оно дальновидное, скажем так, и в последующем может улучшить свое и финансовое положение. Весна пока не торопится в Оренбург. Резкого потепления на этой неделе синоптики не обещают. Погода будет ясной со слабым либо умеренным ветром. Ночью холодными, а днем столбики термометров будут держаться около нуля градусов. Температуры воздуха ночные будут низкие, потому что у нас хорошее выхолаживание, облаков нет, воздух чистый. И ночные температуры будут составлять в пределах минус 8-13 градусов в основной фон и местами до 15-20 градусов. На этой неделе днем температура воздуха прогреется до плюс трех лишь на крайнем западе области. В центральной части будет от минус 5 до нуля. Хладнее всего будет на востоке региона. Между тем, такая погода позволит снегу таять медленнее, что поможет избежать внезапных подтоплений. Туманов уже становится меньше. Когда воздушная масса вышла, она была более влажной, постепенно иссушается. Поэтому все-таки в пониженных участках рельефа могут отмечаться густые дымки и туманы. Но их будет уже меньше, чем на прошлой неделе. Баскетболистка Оренбургской Надежды стала звездой интернета из-за не совсем благозвучной фамилии. На одном из новостных порталов ее исказили до неприличия. И в клубе якобы даже озаботились тем, чтобы сменить фамилию девушки на другую. Уже несколько дней по сети гуляют скабрезные шуточки, стихи и откровенные насмешки. За комментариями по поводу этой пикантной ситуации мы обратились к руководству Надежды. Все подробности узнал Виталий Сапожников. Это «Центровая надежды» Аманда Зауи Базакову, ставшая популярной с легкой руки журналиста одного из информационных изданий. Там просто неправильно прочитали часть ее фамилии. И добавили, из-за насмешек фанатов неблагозвучную фамилию пришлось даже поменять. Как выяснилось, все совсем не так. С начала сезона на игровой майке шведская баскетболистка носит фамилию Базакову. Я всегда с уважением отношусь к журналистам. Для меня это очень важные люди, которые несут информацию. Но когда человек сознательно идет, я не могу сказать, на что он даже идет. Тут нет ничего абсолютно. И перевод ее фамилии Зауи Базакову, от какой фамилии ей играть, было согласовано летом, потому что ей так было удобно. Сама Аманда слухи не комментирует. В клубе говорят, забот хватает и без того, чтобы реагировать на домыслы в интернете. Команда готовится к решающим матчам в Евролиге и отвлекаться на откровенную ерунду просто некогда. Два дня читаем на многих порталах, вот Оренбург поменял, вот такая фамилия, уже стихи пишут по этому поводу. С одной стороны, о нас помнят, это хорошо. То есть из любого, скажем так, негатива мы ищем позитив. Поэтому никаких действий с нашей стороны не может быть просто, потому что ее не было в ситуации, ее просто придумали. Как пояснили в клубе, но журналистов в суд подавать не будут. Не до того. Сейчас главное провести хорошую игру в Еврокубке. Матч уже в эту среду. Наталья Сапожников, Константин Воробьев. Наше время. Как обычный мусор превратить в красивые цветы, забавных зверей и даже в целую лесную опушку с грибами и березами. Пенсионер из Оренбурга открыл для себя необычное хобби. Из мусора Вениамин Федорченко мастерит все, на что его фантазия отважится. А готовыми работами украшает двор возле дома, дачу, но и собственно свою квартиру. Заметим, пенсионер не прочь поделиться секретами мастерства с каждым. На обучение к нему сегодня отправилась моя коллега Ольга Патрушева. Делайте отверстие вот здесь. Только руки осторожно, чтобы не... Выдержать натурально. Все хорошо. Мы проткнули бутылку с шилом, отрезали дно и начали творить. Здесь подогнули, там поработали ножницами. Пару советов, несколько минут и все готово. Вот вам цветочек элементарный, который практически его и сделали. Наш элементарный цветочек, конечно, далек от того, что умеет Вениамин Федорченко. Гостиная и его квартира уставлены букетами цветов. Рядом ежики, коты, березовая поляна с грибами. Все ручной работы из самых простых материалов. Пластик и пенопласт. Плюс набор обычных инструментов. Кушку сделал. Ага, смотрю. О, елки зеленые. Тут валяется бывшая шуба бабушкина. Кусок отрезал, раз, завернул, приклеил на клей. Откуда у него такой талант в 80 с лишним, сам не понимает. Отставной военный рисовать-то никогда не умел. Попытался учиться в интернете, но для Вениамина Федорченко там все кажется слишком примитивным. За два года пенсионер настолько свое мастерство отточил, что родственники, увидев его работы, вмиг их разбирают. В сентябре супруге было 80 лет. Приехали к нам на трех легковых машинах с Москвы. Гости. На трех машинах. Они вот такие охапки повозили. Все обчистили, все. Но Вениамину Григорьевичу и не жалко. Он еще сделает. И ни копейки не возьмет. Ведь это дело для души. Не ради денег. Букет супруги на 8 марта пенсионер смастерил тоже своими руками. А жена нет-нет, да и найдет свободную минутку, чтобы помочь любимому. Вот это пенопласт, вот я ему покрасила, а он тогда уже прикреплял. Не только покрасила, а нарезала ее. Ну я вырезала шарики вот эти вот. Вениамин Григорьевич украсил своими подделками и территорию возле дома. Более того, соседей он не раз пытался приобщить к прекрасному. Но на мастер-классы к пенсионеру почти никто не пришел. Вот и выходят, все девятся, хвалят, а помогать никто не торопится. За пару лет он свой двор чем только не украшал. Даже научился создавать фигуры из старых шин. Но от многих работ остались только воспоминания. Неизвестные, к примеру, испортили двухметрового крокодила, который был особой гордостью мастера. Сам он не в обиде, зовет всех желающих на мастер-класс. А еще летом на свою дачу. Вот где говорит настоящая красота и остальные его шедевры. Ольга Патрушева, Дмитрий Примачек. Наше время. И, кстати, моя коллега, корреспондент телекомпании «Регион» Ольга Патрушева победила во всероссийском конкурсе. Об этом стало известно сегодня. Она стала лауреатом профессионального конкурса журналистов «Правда и справедливость». Его третий год проводит Общероссийский народный фронт. Моя коллега представила на суд жюри свои сюжеты о скандале вокруг строительства домов для переселенцев из аварийного жилья, материала о городских районах, несанкционированных свалках, а также об аварийном состоянии дома на переулке Гугучинском. Всего на конкурс было представлено порядка 4 тысяч работ со всей страны. Победу одержали 442 человека. Награждение журналистов пройдет в начале апреля в Санкт-Петербурге. И напоследок харимбушцы смогут увидеть спектакль Национального королевского театра Великобритании. Онлайн-трансляция постановки «Амадей» пройдет завтра, 14 марта в 7 часов вечера в кинотеатре «Космос». В спектакле задействован актер Лусян Самати, который известен зрителям прежде всего по сериалу «Игра престолов». В Национальном королевском театре пьеса впервые была поставлена в 1979 году, а в 1984 году Милош Форман снял фильм «Амадей», удостоенный 8 премий «Оскар». И на этом все. Выпуски программы «Наше время» можно посмотреть на сайте 56nv.ru. Всем хорошего вечера и успешной недели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok